Надеялись на лучшее, что ногу спасут, но вчера мне сказали, что их будут ампутировать. Я к этому был еще готов с самого окопа, когда меня хлопцы эвакуировали, они на нее наступили. Не было ни носилок на тот момент, ни где ничего. И там хлопец по-позыновому албанец, я у него спрашиваю, что там, говорю, как она висит. Говорит, на одной шкуре. Достаю нож, говорю, на, обрезай ее. Да, ну, готов, на то, чтобы ее отрезать, меньше проблем было. Пип, пип, пип. Пип, пип, пип. Стою надолго. О, он стоит на это. Да, очень хорошо. Там проводят дополнительные исследования. Они смотрят, а нужно поставить пластину или нет. Это первое порадование из розовозки? Нет, это пятое порадование. Это пятое порадование? Да, первое, в 2017 году. В 2014 году была специальная рота милиции. Ага, полиции? Ага. И когда основное правило? В Славянске, в 2014 году. И когда его покупали, извиняли? Да, так, так. И у вас уже не было вариантов, извинялись? Да, что, было еще в 2014 году пройти, как это, в ВСК, на трагеру по инвалидности. А почему вы не извинялись? А кто же будет страны защищать? 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 Да. А кто же будет страны защищать? Да. А кто же не работает? 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 И потом кисть не будет работать. Ну, так, как объясняют лекаря, я им доверяю. У нас сколько часа, приблизно, мают вырвать? Ну, сколько часа у нас еще? Будем надеяться, что все будет быстро. Очень часто слышно так. Так что в Канаде, Урове сущного заболевания athletic дозунка не очень часто. Продолжение следует... 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 военка мы добровольцы. Ну, например, бы я, если бы знал, что такое со мной случится, я бы все равно бы пошел. Ну, меня те люди прикрывали спину, я им прикрыл спину. А если мы будем... Один я пойду, а другой я не пойду, я боюсь. Ну, мы тоже давно давно войну проиграли. Ну, с ногой у меня получилась неприятность. Получивая распоряжение от командира, нужно было прикрыть наших ребят, которые были трехсотые, четыре человека. Когда у меня закончились набои, я нырнул в норочку, чтобы перезарядиться. А с другой стороны была птичка противника, Томикаде. И он увидел, куда я запрыгну, и он пошел прямо туда при меня. За четыре месяца лежал просто не шевелять, мне нельзя было шевелиться. В Украине мне вырезали здесь 6 сантиметров кости, так как она была растрощена, она потихоньку отмирала, гнила. Вроде наладили кость, вроде все нормально, но у меня нету сухожилий. Полностью вот тут. Ну, и врач с таким макаром послал, может быть, здесь мне ее нарастят. Ну, прошли мы тщательное обследование. Вчера сказал врач, только ампутация. Чем ниже, постараюсь, чем ниже, тем лучше. У меня у всех есть четыре новых пациента. Хочется, иду до него. Кожен хвилюется, хотя они такие скеля, они такие мощные, но это все равно, перед каждой операцией есть хвилювание. Вот, как себя будет чувствовать пациент, подготовить его до того, что операция будет происходить, мотивировать его на дальнейшую борьбу за его жизнь и здоровье. Тобто, чтобы он это восстановил, что это будет тривало, что это твоя война теперь с войной, что ты маешь быть осознанным того, что это не чаревная палочка. Ну, я звук, в последние рази якийсь мандраж трешки бере, але загалом мені навіть подобається йти на операцію, це якийсь там свій уже вайп. А в чом вайп? Ну, під наркозом полежати. Нас дуже жестко бомбили, артиллерія працювала, ну, загалом вони працювали зі всіх видів озброєння по нам. І тут в один момент просто ніби грим вдарив, я падаю вже на землю і з мене просто таким фонтаном тече кровь. За рахунком буде 21 операція уже. І це ще не кінець? Я думаю, що це вже кінець, тому що поранення дуже паскудне, хоча рука типу не місце, вона є, але всі функції вони, на жаль, відсутні. Тому що через неможливість евакуації я був близько 20 годин з пережатою рукою, так як в мене була артеріальна кровотеча. Ну і відповідно у мене почався некроз. Ну, взагалі, мої бажання не пересікаються з моєми можливостями, тому що я би хотів повернутися назад в армію, піти знову воювати у складі 3-ї штурмової бригади. Але моє здоров'я не дозволяє мені цього зробити. І відповідно я вже навіть звертався туди, але мені відмовили по відомим причинам. У нас дуже красивий поселок, райський міст, рай міст. Бахмут, Краматорськ. Ось воно рядышко. 14 серпня 22 року. Це праздничний день був по-старому стилю. Відпочивала, а тут в гості пролетіли. А сільки у вас голову було операції? Ну, 22, а це буде 23. Є ціль, і я з перших днів казала, що доб'ємся того, разом з лікарями доб'ємся того, щоб танцювала. Танцювала. Але поки ви не ходите? Ні. Це длітельний процес, і я знала це з самого початку, що це буде дуже довго. Тому що поранення такі були, що думали ампутировати ноги. А як ви потрапили на цю місію? У Дніпрі, коли я була, мені шосту операцію зробили, і хірург спитав. Я сподіваюся, чи не сподіваюся, лікуватися дали за границей. Я кажу, якщо це поможемо і не встати, я сподіваюся на все. І ви сюди вже приїжджаєте одесь? Пятій раз. Пятій раз. Пятій місці і пятій раз я тут. Ви знову прори, що це я до початку мисі, якщо вони робили там洲. Тоді минути із Волонтера. Я знову прори місці, які в Україні. Три цих, київ, і один в Одесьа. Я волонтера, и я пасширен в этом. Это абсолютно потрясающе. Учительный опыт терапии кисти, потому что она является кистьевым терапевтом. И весь ее опыт, который она имеет, это как максимально восстановить функцию кисти. И, власне, выготовление этих спинтей, это то, что мне не было до того известным. Эта технология, эти материалы, они широко вживаются в Украине так же, для выготовления различных ортезий, не только верхних кинцев. Сейчас я работаю только с боевыми травмами. И, власне, этот опыт очень необходимый, потому что все боевые травмы – это поле травм. И когда одна человек может иметь без лишних порушений, и для того, чтобы достигнуть комплексного восстановления и реабилитации, нужно было видеть многими методами и знать много разных вещей, чтобы экспертно дать помощь. В 12 часов дня, в начале первого, я уже был в палате после операционной. Это выходит 5 часов после операции? Ну да. И вы уже ездите курить? Да, уже третий раз езду. А не курить из головы? А кто спрашивал? Не лежится, не сидится. Взять шикайтонис или протезывали? Ну, я так и думал в Ивано-Франковске. У меня товарищ, который нам привозил еду по-братым, ему в Ивано-Франковске обе ноги протезывали, и все нормально, ему понравилось, и он рекомендует мне туда. Вот и я вернулся. А, у меня есть давление, заезжало два раза. Одна оттуда, одна... Короче. Да сколько чего можно обмерять? Я устал за два года, вымотался. Хотя бы мне надо передохнуть полгодика, и тогда можно назад стоять. Что вы делаете в этот раз? О, а кто это вы? Да нет, девочка молоденькая, я ж уже не такая. За город случайно? Что ли город? Нет, это я смотрю вдаль. Ну, но я. Кто с ищет? Пойдет? Потом следую. Вы что и по дороге просто? Я так и поняла. Наверное, надо дверь закрывать. Валерий и Everest. Я это все за кадром. Валерий и Валерий. Валерий. За кадром.